Всем привет, друзья! С вами снова наша дружная компания и канал Готовимся Тимуром. Сегодня я дежурный по кухне и будем готовить замечательный, вкусный, сытный супчик под названием Клёцкий. Ингредиентов у нас немного, будем готовить быстро, вкусно и по-домашнему. Давайте посмотрим, что нам для этого нужно. Ну и будем зажигать нашу газ-плиту. На улице холодно. Сегодня нам понадобятся такие ингредиенты. Это мука, 4 яичка мы взяли, смесь приправ, черный перчик, мяско у нас здесь, в нашем случае это свинина сегодня, томатная паста, растительное масло, соль, картофель, также мы взяли чесночок, морковочку и пару луковиц. Начнем приготовление. Сначала, друзья, мы нарежем мяско. Резать буду я его кубиками и некрупно. Мы будем мясо обжаривать, чтобы оно у нас было вкуснее. Желательно мясо немного подморозить, почему-то мы этого не сделали, прежде чем резать. Так, мясо мы нарезали. Теперь займемся морковью. Морковь будем резать мелкими кубиками. Решили мы сразу все приготовить, то есть нарезать. Далее, друзья, займемся луком. Точно так же режем лук, как и морковь. Мелко и кубиком. Отправляем казанчик на газ. Наливаем масло. И сразу не ждем, отправляем наше мясо на обжарку. Мясо у нас обжарилось. Я добавляю лук и морковочку вместе. Пока будет обжариваться, мы нарежем наш чесночок. Вот не растет, а будет еще. Отлично. И много сразу перерешаем. Тут же, друзья, нарежем чесночок. Режем, как вам нравится. Как вам удобно. Друзья, буквально через 3 минуты после нашей обжарки мы добавим томатную пасту. Ну, у нас вот чайная ложка. Я сделаю 2 чайные ложечки. Еще чуть-чуть. А то они не полные получились. И вместе с томатом сразу закидываю я чесночок. И перемешиваем. Заливаем воду. А мы тем временем нарежем картошечку. Теперь нарежем картошечку, друзья. Отправляем картофель. Также добавлю смесь приправ. Черный перчик. И тут же засыпем соли. Пока будет готовиться наш картофель. Это минут 15-20. Мы приготовим наше тесто. Теперь делаем тесто на клюцке. Разбиваем яйца. Берем щепотку соли. Перемешаем. Добавляем воду. Ну и теперь добавляем муку. Будем смотреть по густоте нашего теста. Если что, мы еще добавим. Друзья, примерно вот такой вот консистенции у нас получилось тесто. Картошечка у нас уже сварилась. Теперь берем маленькую ложечку. Мочим. И вот такой порцией отправляем в наш суп. Друзья, тесто мы закинули уже. Теперь, как только закипит наш бульон, засекаем 1,5-2 минуты. И будем добавлять зелень. Прошло, друзья, 1,5 минуты. Я засыплю зелень. Здесь у нас кинза, укроп и зеленый лучок замороженный. И немного перемешаем. В принципе, супчик у нас готов. Буквально 1-2 минутки постоит и можно уже пробовать. Что ж, друзья, суп у нас настоялся. И сейчас вот так он выглядит. Сапах шикарный. Я немного повожу на пробу. Ну что ж, надо же теперь попробовать по традиции. Правильно? Есть такие люди, которые не очень любят жидкие блюда. То есть супы. Но после приготовления этого супа, я думаю, ваше мнение о первых блюдах поменяется. Ммм, обалденно. Очень вкусно. Недорого, бюджетно и быстро, в принципе. Советую обязательно попробовать приготовить этот рецепт, кто еще не знает его. Вот мы и приготовили с вами вкусный домашний супчик под названием Клёцки. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Всем хорошего настроения, друзья. Не болейте и всем добра. Пока. А я пошел поеду. А я пошел поеду. Сейчас не нет.